Мы сейчас ввели, спасибо большое, побежали по 65-летним. Сейчас являются группами риска, если мы считали те, кто приехал из-за рубежа. Но их приехал миллион в Россию за последние 10 дней. И мы их должны садить, чтобы они посидели дома. Это одна история. Реально сегодня вырисовывается группа риска, это, пожалуй, люди 65, особенно. Мы их обвизили карантином. С четверга они будут сидеть все дома. И даже те, которые работают старше 65 лет, они переходят на больничный. Мне кажется, такую же аналогичную меру нам нужно принимать, рекомендовать тем, у кого есть такая приличная динамика. Мы с Бородьевым сделали идентичную систему. Это в Питере надо делать. Это на всех миллионниках городах такую же систему. Потому что, так как самая главная проблема у нас будет теперь с ними, они у нас будут лежать на реанимационной койке. У них самое тяжелое протекание болезни. И вот этот пик, когда они придут все к нам в больничную сеть, нужно сгладить. Максимально сгладить, чтобы он был постепенный. Иначе просто система не справится с ними. Вот на это направлены усилия. Мы подготовили поручения регионам. Рассчитали, сколько каждому региону нужно койки иметь. Какого плана. Отработали стандарт этих койек. Стандарт больниц. Сколько реанимационных койек. Сколько ИВЛ. Сколько кислородных койек и так далее. Какие они. Самый простой, понятный стандарт. Сегодня подписано будет поручение. Отдадим регионам. Я даже просил бы, может, дать поручение Вайна, чтобы он дал полпредом поручение. Чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Потому что он видит, что один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий. И реальные картины. Измирец никто не знает. Он объективно такой. Я не говорю, что плохо или хорошо. Он объективно везде такой. Но надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тысяч людей, побывавших за границей в зону заражения. Это все равно проблема. Большая проблема. И рано или поздно эта проблема, она вырисуется.